все быстренько жахни вашу делать ой девочки всем приветики пистолетики мои вы контактики изолоновые любимые мои хорошие мои соскучились то вы знаете в первую очередь про анонсирую чего будем делать но конечно же долгожданный розыгрыш среди активных участников нашего сообщества среди девочек которые публикуют лайкают наши публикации в общем среди активных людей будем раздавать 4000 рублей каждому 4 победителя каждый из них получит по 1000 рублей сертификаты на покупку материалов для творчества пока подсоединяйтесь девочки все у всех приветствую натали трушина светлана совку аленушка милая мариночка лучникова татьяна левицкая ирина жданова в общем полетела лента девочки я вас всех приветствую хочу попросить у вас прощение за то что задерживаюсь в эфир но с эфирами девочки у меня очень много работы ну катастрофа прям со временем более того могу вам сказать у меня бывает такое знаете домик пришел гномик ушел гномик пришел домик ушел то интернет не очень хороший а для меня важно чтобы в эфире был хороший интернет то давление будь оно неладно то вообще нет времени то настроение не то вы же понимаете что когда выходишь в эфир ну надо быть как то вот ну если бы я пришла только в эфир и сказала вам ну что давайте разыграем активных участников спасибо вам большое но это не то я должна быть тоже с хорошим настроением чтобы вам это хорошее настроение подарить чтобы что-то вам проглаголить какой-нибудь новиночку какую-нибудь истину а для этого тоже надо настроение сегодня прекрасный день прекрасный праздник я вас те которые религиозных людей и те кто христиане я вас поздравляю с этим прекрасным религиозным праздником и вот наступил день когда звезды сошлись интернет хороший я в прекрасном расположении духа у меня нет давления и я разыграю сейчас с вами подарочки эти все да но прежде чем буду разыгрывать подарочки хочу вам показать новиночки уже именно вам лично девочки youtube мой до заглядывайте туда время от времени потому что я пытаюсь быть во всех соцсетях насколько вот я разрываюсь конечно но я пытаюсь и там кинуть и там кинуть аленочка милая пишет ума не оправдывайтесь не надо все понимают вы же тоже человек стать с праздником спасибо аленочка милая девочки я не оправдываюсь я считаю нужным и правильным ну как-то не просто выйти и сказать ну вот я пришла кружите меня кружите да как-то все таки сказать вам причину хотя с другой стороны ну я даю деньги но мое право когда их давать да но да девочки с крещением вас всех милые мои дорогие так вот поскольку я разрываюсь да и на youtube и на instagram и на контакты и на телефоны девочки вот пожалуйста компания изолончик здравствуйте да 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 сейчас вынесут вам сейчас секундочку спасибо вам девочки подождите я сейчас отправлю вот понимаете вот вы вышла в эфир котенька вынеси пожалуйста вот и там письмо какое-то мне надеюсь счастье сегодня кстати день подарочков вот сегодня день подарочков давайте я вам покажу чего я сегодня а где куда я положил эти подарочки а вот они девочки пришла на работу ну вы знаете что давайте так я еще хочу вам сказать что очень многие очень многие считают неправильным что наша компания делает отправки только понедельник среда пятница ну имеет место быть ваше возмущение какое-то либо ваше мнение вот но я просто хочу вам сказать что это очень удобно для нас в плане того что вторник четверг рабочие дни мои сотрудники не работают они не находятся здесь здесь нахожусь я если мне надо что-то поработать да по работе это дает мне возможность собраться немножко с мыслями до сделать ту работу которую я не успеваю делать в рабочие дни вот почему это оптимальный график я вообще вы знаете что девочки я вам сейчас что скажу я вообще за то чтобы вообще весь мир и вся россия матушка работали только понедельник среда пятница то есть вот именно эти дни не понедельник-вторник-четверг-пятница да вот именно понедельник-среда-пятница то и качество качество той работы которую выполняли бы соц служащие государственные служащие вы как работники которые по найму работают качество этой работы было бы на пять с плюсом на сто процентов более того по вторникам и четвергам вы бы успевали отдавать больше времени семье детям своему ходьбе себе у вас было бы время работать ну дай мне что это мне передали сейчас буду говорить о подарочках сейчас я закончу мысль это потому что я вечно что нибудь как начну и это в моих сотрудники прекрасно работают понедельник-среда-пятница в авральном режиме то есть они вышли жахнули но они настолько с удовольствием работают в понедельник-среду-пятницу потому что понедельник они работают потому что во вторник они не придут на работу потому что во вторник они поедут там допустим кому-то надо в больницу кто-то поедет зоопарк кто-то пойдет в детский садик кто-то пойдет в школу то есть у людей есть возможность в будний день сделать то что они могут сделать в воскресенье да и это невероятный график по которому мы работаем уже год год мы работаем с этим графиком и это крутотень просто крутотень потому что тот объем работы который мы делаем после выходных до суббота воскресенье мы классно хорошо спокойно отдохнули в понедельник мы жахнули жахнули а жахнули в понедельник с таким они уходят у меня в 6 вечера мои сотрудники наши сотрудники и они тамара пока-пока до среды понимаете и денег им хватает конечно же все хорошо вот и в среду они такие выходят классные потому что они во вторник все сделали и по домашним работам и по хлопотам и все в среду они бац опять жахнули тот объем работы невероятный катастрофический с удовольствием уставшие замудоханы но они с таким настроением хорошим потому что в четверг им не надо на работу понимаете это так круто вот очень жалко что нету такого графика в стране потому что это настолько психологически и морально устойчивый график для любого человека именно работать в авральном режиме понедельник среда пятница вторник четверг вы делаете какие-то какие-то визиты куда-то стоматолог врачи и не знаю родственники другие какие-то соцслужбы убираетесь дома а суббота воскресенье вы с детьми потому что и вы не не убираетесь потому что вы это сделали во вторник либо в четверг а вы уделяете время именно семье это очень круто в общем девочки так вот это именно поэтому я такое придумала мы такое поддерживаем и это очень круто это очень круто и я более чем уверена что мои сотрудники они прям в этом ну меня поддерживают и это никак не сказывается на зарплате наших сотрудников от слова совсем я могу сказать что давайте я давайте я назову один месяц зарплаты моих сотрудников конечно же мы все фиксируем у нас все по-взрослому где у меня зарплата мы платим налоги все хорошо поэтому я могу это озвучить спокойно это же старая тетрадь у нас теперь новая тетрадь и так люди которые упаковывают заказы ваши за декабрь за 14 рабочих дней из 31 1 из 31 рабочих всего дня дней в декабре сотрудник андрей ну давайте одного озвучу упаковывает ваши заказы за 12 рабочих дней это и никто посмотрел за 12 рабочих дней получил шестьдесят одну тысячу шестьсот восемьдесят четыре рубля мне кажется хорошая зарплатка за 14 за 12 дней олесечка девочка которая формирует ваши заказы у нее было 13 рабочих дней по что у них графики меняются да у нас много сотрудников олесечка за 13 рабочих дней получила 65 тысяч триста шестнадцать рублей за декабрь на 13 рабочих дней наташечка допустим за 14 рабочих дней получила семьдесят пять восемьсот сорок два а за 14 рабочих дней ноташечка семьдесят пять тысяч восемьсот сорок два рубля понимаете о чем я то есть а сейчас вот вы скажете о они там работают по три раза в неделю и поэтому зарплаты у них нифига нет все у них есть все хорошечно кто-то пишет тома вы рвете душу чем чем я вам рву душу и да конечно же мы кормим своих сотрудников то есть на рабочие дни мы заказываем обед и мы вместе кушаем я вот к чему что это круто работа три раза в неделю и получать хорошую зарплату ну вот а я теперь вот думаю а может это только у нас так так все хорошо может вот может быть вы пишете что тома не рвите душу вы что с ума сошли у нас нет таких зарплат кто пишет сейчас очередь встанет к вам на работу девочки ну дело в том что я вам честно скажу нам нам бы нужен был бы еще один сотрудник очень нужен вот но я точно не буду брать человека который знает меня как тамару фидорович вот я точно не буду брать никого соцсетей я мне комфортнее работать с людьми которые ну не знают кто я такая и просто выполняет хорошо свою работу и знают материал боже светлана светина пишет я за 14 смен сутки через трое на азэс получая 18 тысяч рублей это я уже жалею что я озвучила зарплату своих сотрудников олечка гайфулина мой админ которая тоже получает мои админы в к их двое вот в изолончике мои девочки они получают 15 тысяч рублей зарплату то есть которую я им плачу то есть 30 тысяч рублей мы платим админом плюс лотереи какие-то они оплачиваются дополнительно и вот алисичка гайфулина пишет у нас 17 тысяч рублей за 22 рабочих дня ирина гнусарева пишет тамара хотим к вам девочки вы понимаете в чем дело в чем дело дело не в количестве денег давайте так ну вот хочется мне у меня что-то последнее время на философию так тянет что-то капец какой-то хоть бери открывай канал философия от тамара федорович вот вы мне скажите вот олечка вот мой админ мое крылышко одно из моих крылышек вот скажите мне ну вот ты получаешь 17 тысяч рублей в месяц там где ты работаешь плюс 15 тысяч от меня да это сколько получается деньгов-то 32 тысячи рублей да плюс у нас вот ну какая работа у нас за 15 тысяч рублей выставление выставление постов в ленту вот 32 тысячи тебе хватает на жизнь или хочется больше а если хочется больше то сколько хочется ну вот сколько сколько тебе надо для полного счастья поймите девочки я например у меня в кошельке 100 рублей я вам клянусь наличными и то даже не знаю есть ли мелочь точно есть я люблю медные монетки понятно что есть у меня карточки карточка желаний от Забербанка от Тинькофф есть я ничего не говорю я даже не знаю сколько там денег я настолько как-то не заморачиваюсь по поводу денег знаете почему ну сейчас многие скажут да потому что они у тебя есть поэтому ты не заморачиваешься девочки вот клянусь вам я забыла когда я ходила в магазин покупать какие-то новые вещи дело не в этом вы поймите ну вот сколько вам надо для счастья вам что и что вам надо для счастья понимаете потому что ну вот вам есть где жить вам есть что кушать вы не ходите голые по улице это же уже хорошо не так ли вы занимаетесь любимым делом слушайте я просто сейчас читаю хакамаду да о жизни я вам сейчас покажу эту книгу я тут иду за паспортом 45 надо паспорт менять там тоже такая катаваси с этим паспортом господи я прыгаюсь от темы к теме вот эту книгу я читаю девочки хотите я устрою на ютюбе вот прям разборы я ее не просто читаю мои сладкие я ее вот так читаю понимаете я прям прям ну вот прям это как ежедневник мой и мне настолько нравится я прям все на полях что-то пишу понимаете и она настолько грамотно говорит о том о чем я сейчас говорю о том что мы почему-то думаем что если у нас будет больше денег мы станем счастливее а это не так вы уже сейчас счастливы вы просто этого не понимаете то есть надо немножко свое подсознание жахнуть и все то есть понятно мои хорошие что это такая ну тема разных сторон что есть люди которых нету ну денежек на хлебушек но этих людей людей кто-то окружает и кто-то может им помочь они могут обратиться к кому-то за помощью давайте так и девочки кто со мной сейчас в эфире если вам кому-то нужна прям помощь вот вы прям ну обездоленные ну вот прям капец у вас беда позвоните мне позвоните я вам помогу позвоните мне я вам помогу чем смогу могу сразу же сказать что я не буду помогать деньгами то есть я не перечислил вам бац сразу там 50 100 тысяч я спрошу в чем вы нуждаетесь в одежде мы пойдем с вами я приеду к вам и мы купим вам одежду вам нужны продукты я пойду с вами и куплю вам нужные продукты а ну с квартиры я понятно ну я могу вам помочь в чем-то что поможет вам как-то выжить да не имеет значения там детей одеть не суть если вы вот прям капец нуждаетесь вы бедная ну вот в полном смысле этого слова есть соцслужбы которые помогают есть люди вокруг вас они обратитесь к ним за помощью понимаете что здесь надо все немножко вот переперетоваться ну перед перекрутить а олечка гайфуллина ну вот не знаю там может и уже ответила так вы тут много набросали елена гейер пишет а есть такие люди которые вас не знают да девочки есть конечно я я не так уж известно это в естественном кругу я там ну бывает на улицах узнаю вот олечка вот ну в общем не суть бывает что я иду и меня узнают ну я с удовольствием откликаю с этим людям так здесь ну ой отвлеклась на ваши комментарии а вы тут набросали капец ну вот олеся мне отвечает не в деньгах абсолютно верно девочки деньги они нужны вы знаете мы недавно с сыном обсуждали знаете какую тему обсуждали тему у них по окружающему миру по моему или где там была не суть эта тема что раньше был не было денег был бартер то есть были огромные рынки куда допустим у меня есть свиньи я я выращиваю свиней а кто-то выращивает картошку и мне нужно картошка и я тащу свиней на этот рынок и меняю свинью на какое-то определенное количество мешков картошки да а тот человек а тот человек который выращивает картошку ему нужны петухи он покупает у меня свинью по выгодному бартеру и идет за петушками за курочками понимаете вот так раньше было вот и это было круто это было так классно потому что все занимались делом да а мы знаем что заниматься делом это лучше чем лежать на диванах да и будь он не ладен этот по моему ну в общем не суть кто завел эти деньги непосредственно да монеты эти потому что все начали все начались думать только о количестве этих монет а это неправильное мышление от слова совсем потому что если вы здорово вы здоровый человек у вас здоровье есть это уже счастье вы сегодня проснулись восхвалите небеса что вы проснулись у вас есть работа куда вы идете с настроением скажите спасибо себе самой за эту работу если вы ходите на работу которая вам не нравится поменяйте работу поменяйте на другую очень важно поменять работу на ту которая вам будет нравится они ту которая приносит деньги я знаю кучу людей которые занимаются но у них такое мышление он занимается карьерой ему нужны деньги ему нужна слава ему нужен успех поймите это такой длинный путь который он он идет по этому пути этот мой знакомый он успешен его узнают он это мужчина все хорошо у него есть бабосики он ездит на машинах он открывает отдыхает в дубаях где хочет отдыхает все хорошо но не свободе он не свободе он постоянно находится в режиме нон-стоп так ему надо туда потому что там ну то есть он уже достиг того уровня своего статуса что он не может себе позволить свободы а зачем мне эти деньги если я не свободна зачем и потом только на старости когда он будет на пенсии он получит эти яхты это вот все и у него уже не будет сил радоваться этому всему потому что он всю жизнь ухай докал и пахал понимаете вы сейчас уже счастливы мои хорошие потому что у вас есть возможность если даже не на полную катушку у вас счастье внутри вас то только из-за вас что вы не впускаете больше счастья в свою жизнь не нравится работа смените работу посетите месяц-два без работы пусть вам придет что-то другое осенит вас в голову кто-то сейчас скажет боже ну конечно ей легко рассуждать у нее там все зашибись нет девочки ну нет я работаю в таком нон-стоп режиме моей работы понимаете просто я не уверена даже что какой-нибудь любой другой человек захотел бы в мою жизнь сесть на мое место это дурдом это звонки 24 часа в сутки это постоянный какой-то ритм форс-мажоров каких-то неприятностей каких-то понимаете но мне так нравится это все что убить вот я такой садомазохист прости господи или как это называется да мне нравится что-то решать какие-то проблемы что-то куда-то лететь что-то вот понимаете а потом я думаю господи зачем это все мне надо а знаете почему мне это все нравится вот тот дурдом в котором который я сама себе создала в котором я живу уже три года ну вот я говорю о последних трех годах знаете почему мне это все нравится потому что я умею абстрагироваться и быть свободной я смогла для себя сделать график понедельник-среда-пятница потому что когда в том году нам пришла эта идея мне все сотрудники говорили Тамара Федоровна вас сожрут я говорю ну пусть жрут пусть жрут я бесконечная меня жрать можно бесконечно но не подавится ли понимаете я к тому что я сумела как-то поставить заработок карьеру успех и деньги и самое дорогое моя личная жизнь на свои места у меня все на своих местах да иногда из-за того что я хочу провести время с семьей страдает карьера ну работа страдает пост активистов уже бог знает когда закрепила сама лично чтобы не забыть разыграть и понимаете что где-то мы теряем где-то мы не успеваем но для меня важны расставленные мной приоритеты моя семья мои дети мой муж и я сама это на первом месте девочки однозначно моя гармония мое счастье мое настроение мое здоровье оно для меня важнее всего на свете и мне хочется чтобы у вас было так же а потом уже идут вот все вот эти вот остальные тоже расставленные приоритетами вашими же направления и даже если где-то неудачи где-то чего-то не успеваешь ну никогда не поздно все сделать никогда не поздно но будет поздно отдохнуть но будет поздно уделить время ребенку но будет поздно заняться собой понимаете о чем я вообще кудаку какие дебри мы опять с вами зашли ну юхорный бабай не в деньгах девочки счастье деньги нам просто нужны потому что мир так поставлен что мы должны с вами приспосабливаться к его устоям и для того чтобы иметь продукты нужны деньги но с другой стороны я знаю кучу поселений о это вообще еще тема сейчас вообще с вами зайдем вообще хрен знает куда в тупик знаете почему есть поселения которые ну сказали что не хотят жить в режиме того что происходит в мире да в россии они выкупают землю гектарами в херово кукуева эти земли стоят копейки они продали в общем я просто знаю одно такое поселение мужчинка успешный предприниматель бизнесмен добившись успеха денег славы карьеры все достиг а ему по-моему было 48 когда он все это продал все наигрался в бизнес он достиг всего чего за счет чего так так кряно каждый день работал он это все продал собрал своих деток свою жену конечно поговорил по этому поводу купил несколько гектаров земли там где-то где ему понравилось возле реки и возле леса возле гор там где ему хотелось построил домик деревянный из кругляка бруса и не один вспахал землю посадил себе кукурузу посадил пшеницу построил мельницу ему нужны деньги единственно на бензин все таки ему нужны деньги не суть маленькие какие-то суммы на бензин он обучает своих детей дома он и обучает их под тем книгам по которым считает нужно дает им сто раз лучше обучение чем то которое дают сейчас образование в школах его дети знают как выращивать хлеб они выращивают пшеницу сами это молят сами месяц тесты сами делают муку они сами готовят себе свой хлеб они кушают те продукты которые не выращивают это труд адовый то есть он поменял один свой уже успех на то пошел куда там где страшно вот я вот так и говорю идем туда где страшно но там где страшно как интересно понимаете и его дети они знают по 3 или 4 языка французский немецкий английский русский они могут выжить где угодно потому что они знают такие вещи которых наши с вами дети городские и слыхать не слыхали понимаете но это его выбор и потом к нему начали подсоединяться такие же люди единомышленники в общем там уже маленький город крутых людей я вообще хочу собраться к нему поехать туда в общем я просто к тому что что все у вас хорошо девочки даже если вы получаете 8 тысяч рублей 10 тысяч рублей может быть это все что вам надо если вам что-то не нравится меняйте но очень важно гнаться не за деньгами не за славой не за карьерой не за успехом а гнаться в первую очередь надо за счастьем внутри вас за комфортом чтобы вы шли на эту работу вот так вот и с работы вы приходили уставшие но такие довольные это был такой чумачечий говно день простите за выражение но он был классным понимаете жизнь то одна девчули так подарки подарки вот это эфир жахнуло с ума сошла активистов пришла разыграть в общем Ирина Хакамада да о жизни очень рекомендую прям с карандашком и погнали прям вот на полях все писать это прям моя настольная книга прям ну вот да о жизни которая откроет вам немножко другой мир другое ваше подсознание которое вам некому больше открыть ну нет у вас таких знакомых которые могут вообще конечно классно когда вас окружают люди более успешные чем вы так у меня подарки конфетки сладости спасибо не кушаю боже какое красивое письмо смотрите какое очень красивая бумага я вообще на самом деле очень очень тепло отношусь к написным именно поэтому я подписываю все квитанции вам на путствие уважаемая Тамара спасибо вам за товар Эстония Таллин Эстония Руна Кикас пригласила в общем не суть девочки не буду читать боже мой о визиточку прислала девочка обязательно посмотрю так еще раз Эстония Эстония Таллин в общем это вот одни из подарочков которые вот пришли принесли мне спасибо вам большое обязательно зайду к вам в ваш аккаунт посмотрю чем вы там занимаетесь девочки вот такие подарочки у меня еще сегодня муж получил за меня потому что мне некогда это ну все знают что мы являемся официальными дилерами ижевского завода мы первые кто ими вообще стал вот мы гордимся тем что у нас есть возможность работать с такой махиной большой мирового масштаба что мы девочки ну нас всех с вами и познакомил изолун это вот памятники изолун надо поставить вот честно скажу потому что благодаря изолуну вы знаете меня я знаю вас благодаря изолуну у нас с вами есть возможность зарабатывать благодаря изолуну нас с вами есть возможность творить вытворять фиячить и финить в общем спасибо изолуну человеку который его создал ну и вот вот эти подарочки мне прислали я надеюсь что такие подарочки получили все дилеры не только я я надеюсь я могу озвучить и показать эти подарочки в эфире но если это получили не все дилеры ну тогда и извиняйте я получила я это получила я это показываю в эфир ну наверное заслужила очень не суть подарочки это заломный жест и я хочу с вами ну во первых это очень красивая упаковочка да вот такая мы открываем мы получаем я получаю от изолона от завода вот такую ручку бомбическую с логотипом и я получаю что-то еще это кожа это кожа это однозначно кожа вау слушайте это кошелечек у меня конечно есть кожаный кошелечек им часов покажу смотрите у меня причем синий прям ну кошельки девочки кстати должны быть синего цвета чтобы вы знали еще зеленая неплохо но синий это прям вау это прям кожа мне изолон и женск подарил слушайте классный кошелек спасибо спасибо за водику за такое ну внимание мой кошелек тоже кожаный это тоже ручная работа мой кошелечек да но он немножко другой да это это ручная работа мой кошелечек но лежит кошелечек лишним не бывает еще и синенького цвета я прям я довольна спасибо за воду положу это обратно пока что и еще одна коробочка вот такая я надеюсь что все дилеры и женского завода официальные дилеры получили такие подарки и они не завидуют мне и здесь вот так тоже все с логотип чеками да девочки я веду ежедневники я туда вечно что-то записываю слушайте ну это круто изолонный жест 50 лет всего лишь 50 лет изолонный жест и свежий прям к этот записная 21 22 23 и 24 год круто также ручка и также что-то еще как это достать оттуда что здесь что это это какой-то гаджет здесь есть штучки куда что-то вставить муж мне расскажет что это в общем это круто и все синего цвета это крутяк я обожаю синий в общем спасибо а и тут еще провод вот такой это наверное вот так делается это зарядки под айфона но мне нет айфона и не будет никогда во первых у меня нет денег на айфон так много деньгов и я не вижу смысла покупать такой неоправданно дорогой телефон который хуже чем тот который есть у меня не буду говорить какой у меня телефон девочки но это на не айфон вот а вот не суть и тем не менее изображение и все в общем я довольна подарочками ну и конечно же календарь вот у меня здесь муж уже повесил календарик очень удобный он у меня висит в том году висел тоже мне завод дарил и в этом году в общем помимо того что я раздаю подарочки иногда и я тоже получаю подарочки девочки и ну чего греха таить я такая же девочка как его вы имеет уже приятно получать подарки чего что да так ну что погнали девочки я еще раз повторюсь что а куда погнали так новинки наше капец я могу так за за лялякаться что сама за собой не успеваю девочки но вы видели постики велюровый фоамиран 1 миллиметр цветовая палитра 11 оттенков на моем ютюбе мы уже опубликовали видео это которое я вот все выходные там работала на этой даче не не получилось мне отдохнуть вот ну ничего потом отдохнем это такая работа которая в кайф вот честно вам скажу потому что я тестировал эти все вы видите обратите внимание они все пастельные пастельные и все очень приятные девочки он велюровый он гладенький он такой приятненький чтобы я не говорила вам об этом материале какой он классный какой он бомбический вы все равно мне не поверите пока сами не пожамкаете его пока сами с не поработаете поэтому я не буду вообще больше ни слова вам говорить помимо того что это круто тень просто круто тень знаете почему потому что он очень приятные на тактильные ощущения очень приятный сейчас давайте я вас буду дразнить при нагревании этот материал становится перламутровым я не знаю какая там химия что происходит он становится перламутровым бомбически крутой эффект которого нет ни в одном материале он перламутровый но по крайней мере вот этот оттенок который я тестировала везде он плотный то есть если вы создаете работы 30 сантиметров диаметром плюс-минус да он идеален то есть выкройка в идеале должна быть не более 20 сантиметров это я вам рекомендую потому что все таки толщина материала 1 миллиметр но он плотный 42 шор если вы знаете что это такое и он плотный это как единичка в изолоне знаете вот такая дубовая но он не дубовый он мягкий я не как вам объяснить он крутой девочки не буду больше его рекламировать это вы скажете умая на вот прям агитирует на этот материал ни на что у вас не я не агитирую каждая из вас вправе выбирать материалы с которыми работать до в заказы сегодняшнего дня от трех тысяч рублей мы будем в каждый заказ класть образцы этого материала прям всей палитры все 11 оценочков вот такие маленькие пусечки ну то есть я буду дарить бесплатно вот для того чтобы вы пожамкали его сами попробовали что-то с ними сделать мы уже нарезали эти образцы для вас вот при заказе от трех тысяч рублей вот либо мы подумаем может быть не суть не буду говорить точно будем давать бесплатно это однозначно просто у нас же определенное количество их и а вас много и поэтому сейчас что мне на штук 500 их в общем не суть и подумаю я он крутой и только вам выбирать работать с тем что уже есть на рынке до чем чем к чему вы привыкли до либо попробовать что-то эдакое что-то новое влюбиться в это заново в это что-то новое и дополнить свои работы новым материалом новой цветовой палитры и новыми вы понимаете я просто хочу знаете о чем сказать что допустим до появления изолона для творчества на рынке да вы все работали евой либо фоамираном ираном да вы попробовали изолон теперь вы работаете с изолоном но вы с ним работайте только потому что вы его попробовали а когда-то когда не было иранского фоамирана чем вы работали понимаете вы сейчас работаете тем чем работаете только благодаря тому что вы захотели это попробовать понимаете вот поэтому в любом случае этот материал и вы знаете что я очень всегда с осторожностью отношусь к новинкам нашего сайта я пока сама не попробую пока сама не потестирую пока сама все это не не по жамка не по феню не по фиачу я не буду потому что моим сотрудникам у нас более 3000 наименование товара для творчества ну ты с ума сойти можно понимаете вот поэтому уже с осторожностью добавляешь какой-то товар потому что мозги кипят у девочек когда не собирают заказы но этот материал однозначно навсегда останется в ассортименте нашего магазина навсегда потому что он крутой ну он крутой вот а ваше дело покупать его или не покупать но у нас он будет так чего а еще у меня есть для вас бомба новинка бомба новинка и она не для ну скорее не для творчества она для вас лично для ваших друзей для ваших для всех людей которых вас окружают для тех кто занимается оформлением свадеб и торжества я не могу пока что они сказать потому что мы ничего не от фотографировали еще от слова совсем и не выставили на сайт но крутые видосики с презентации этого товара все я уже сделала мне осталось только подумать как его сфотографировать я вам обязательно его пос презентую он крутой я в него влюблена также и однозначно у меня стыриют эту идею и тоже заведут эти всякие конкурентики но не суть это их дело я хочу сделать все грамотно правильно мне так хочется с вами поделиться этой новинкой но я пока что не могу дайте мне может быть четверг я это все жахну потому что сегодня вот мне надо поехать паспорт в общем я сейчас с вами ля-ля потом бегу паспорт получать и потом уже не вариант на работу надо уроки делать не ладно эти уроки девочки а что делать надо делать уроки так вот это жахнуло эфир сама штраф мой я даже не буду читать ваши сообщения потом их почитаю можно потому что там вы на вы набросали просто лента читать не перечитать вы знаете надежда кулакова вы пишете хотелось бы жить а не выживать что вы подразумеваете по словам выживать вы лично выживаете что вы имеете ввиду не можете изменить ситуацию в своей жизни измените отношение к этой ситуации и вам станет все по-другому выживать что вы имеете ввиду выживать молодёчка такая тема какая-то больная понятно что так начали за здравие не хочется заканчивать за упокой девочки все в ваших головах еще раз вам повторю все в ваших головах роте с себе они не обвиняйте государства соседей работодателя кого угодно в том что у вас в голове что-то не так и в вашей жизни что-то не так поменяйте надежда кулакова моя жива золотая поменяйте все в своей жизни вот как вы сейчас живете сейчас у меня просто вот когда вот вы пишете что вы несчастны вы глубоко не а что вы сделали для того чтобы быть счастливым что что вы предприняли то что вы несчастны это результат ваших же действий ваших же вы своими действиями своими мыслями привели себя в туда где вы сейчас находитесь в выживать вы лично вы сама у вас что-то не складывается же плохо муж плохой соседи плохие уезжайте продавайте квартиру покупать и в другом месте начните с чистого листа но вот не пожалею ни одной из вас потому что потому что вы сама себе должна быть критик вы сама себе хозяин жизни вы сама себе делаете хорошо либо плохо сама лично сама придумала сама поверила сама сделала и получила только вы сама больше никто понятно что есть соседи которые делают перестановки каждые пять дней над вами и это никуда не делали и то можно поменять квартиру понимаете из любой ситуации есть выход кроме как смерть все так что либо мои хорошие занимаемся жизнью ничего не можете изменить своей жизни это неправда все вы можете не хотите ленитесь смирились смирились это да и так спасибо вам активным участникам наше сообщество которые попали в списочек которые я сейчас вам покажу будем что разыгрывать денежку девочки мои администраторы после эфира вышлют вам сертификаты и вы идете на сайт и завтра мы отправим все поскольку отправки нас поддельник среда пятница очень прошу вас внимательно подойти к этому всему выбору товаров сначала порадоваться пережить эти эмоции а потом с холодной головой с трезвой памятью идти на сайт и делать заказ в любом случае не знаю кто из вас 54 сейчас победят вот я благодарна каждой из вас каждой из вас за потраченное время в нашей соцсети за ваши комментарии за ваши лайки помогаю чем могу и еще раз хочу повторить если вы смотрите этот эфир и у вас полный хана и капец в жизни позвоните мне номер телефона из-за лучика есть шапки нашего профиля есть на сайте позвонить скажите тома помоги мне я задам вам несколько вопросов я позвоню вам по видеосвязи ватсап я хочу видеть ваше вот это плачевная насколько у вас там все плохо я вам помогу это были не просто слова в воздух я вам помогу позвоните мне попросите у меня помощи и так более того да мы сила если я попрошу каждую из вас допустим у кого-то ну вот кто там не дай бог вот либо дай бог вы увидели мой эфир вам у вас полный кпц в жизни и в я в этом убедилась я открою специальную карточку для помощи вам и мы будем по рублю вам собирать помимо того что я вам там дам не знаю сколько смогу дать денег да в плане того что мы эти деньги будем тратить на то чтобы вам помочь и что каждый из вас не перечислили туда по тысячи рублей ой по тысячи по 100 рублей либо по рублю по 50 рублей но с мира по нитке можно помочь человеку в конце концов но для того чтобы получить помощь девочки надо ее попросить попросить помощь и еще раз повторюсь деньгами давать не буду буду помогать продуктами вещами мебелью я не знаю чем угодно чтобы что вам там надо да и еще убедительная просьба без медикаментов есть отдельные группы которые собирают денежные средства для деток онкобольных для больных раком да вот если у вас вот эта проблема прошу меня не беспокоить потому что здесь я считаю что необходимо просить помощи у государства я немножко о другой проблеме понимаете вот погнали потому что всем ее девочки и тем не менее всем же не поможешь поможем чем сможем и кому сможем все так повторилось активисты мои хорошие мы погнали не буду вас томить переключаю камеру вот вот он постик самых активных участников нашего сообщества вот они вы все мои хорошие олеся вертякова алинашка милая анастасия абрамова наташа ташко творческая мастерская анализ светлана вот ночью будет читать 50 нет не будет читать в общем посмотрите публикацию вы в общем вы ее видели здесь здесь также вот предоставлено доказательство того по какой по какой причине люди попадают в эти списки есть специальная программа она платная она вот все все вот это вот все считает за нас в общем все это делает вот так вот в общем можете посмотреть ну и теперь переходим сейчас я закрою это все дело ну а теперь переходим к непосредственно самому розыгрышу еще раз хочу поблагодарить каждую из вас за то что вы с нами за то что вы смотрите на за то что вы занимаетесь творчеством за то что вы не проходите мимо наших публикаций и пост за то что вы не жалеете лайков ставите оставляете комментарии спасибо вам большое и теперь наша вам благодарность итак первый кто выигрывает тысячу рублей сертификат на покупку материалов для творчества на нашем сайте изолончик точка ру это номер 37 и сразу же смотрим девочки я записываю под номером 37 у нас ой так иришка крубанова иришка крубанова иришка крубанова вы есть с нами в эфире то есть человек подписан принципе на ирочку ищенко на нас в изолончике на декором букета ну в общем ой фами рашки в общем мы поздравляем иришку крубанова иришку крубанова она выигрывает тысячу рублей это первый победитель второй победитель под номером 48 ой где это я под номером 48 у нас господи классный не буду листать вашу страницу я знаю все ваши публикации потому что вы публикуетесь у нас в декором букета в нашей группе поэтому я поздравляю на под номером 48 елену трохову спасибо вам большое тысяча рублей сертификат ваш третий победитель который сегодня получит тысячу рублей это номер тридцать девять сегодня прям за тридцаточку уходит елена резцова под номером тридцать девять у нас девочка также занимается творчеством является подписчиком наших обеих групп мастер букет и декор и моих большие цветы и изолончик есть скрины наших публикаций спасибо вам большое в общем есть работы не буду заходить эту часть в дебри уйду еленочка резцова я вас поздравляю вы выиграли сертификат на тысячу рублей благодаря тому что просто лайкали и комментировали наши посты нашей группы и последний четвертый сертификат с тысячи рублями на покупку материалов для творчества достается номеру 3 под номером 3 у нас Анастасия Абрамова Анастасия Абрамова я вас также поздравляю город кировоград девушка занимается творчеством также вот пожалуйста большие цветы и изолончик действительно это очень приятно девочки заходишь к вам на страницу и помимо вашего творчества я вижу самые посещаемые вами группы это круто я вам благодарна за это ну и вот есть работа тысяча рублей ваша Анастасия Абрамова в общем все хорошо сегодня призы достались людям я так люблю лазить к вас к вам на странице простите меня вот смотрите чем вы занимаетесь какие работы делаете что в тренде да вот люблю я и убейте меня я хочу сейчас еще зайти на страничку к Елене Троховой показать вам вот как девушка Елена ведет свой ну вот свою группу да свой ну в общем публикует работы какие фотографии вкусные да посты пишут посмотрите боже мой посмотрите какое количество лепестков мать моя женщина посмотрите какая красота это все на молдике сделано ну красота боже как я рада когда материал ой сертификаты либо материал который выигрывают достаются людям которые действительно занимаются творчеством и делают вот такое ну вы внув ну вот прям вот и я с удовольствием зайду к вам на страницу и прорекламирую вас вот и прям рекомендую вам также зайти к Елене Троховой да и посмотреть какие работы делаю боже мой какой процесс капец трудяга работяга и пахарь который золотые ручки просто мне любопытно елена трохова вы есть нами в эфире можете мне ответить вы занимаетесь только творчеством или вы тоже работаете где-то и творчество у вас как ну дополнительный заработок и или вы просто вот все впали в творчество и занимайтесь только им либо вы где-то работаете да получаете какую-то официальную зарплату в виде 15 тысяч рублей и вот это вот это ваша отдушина можно мне от такой вот ответ от вас елена потому что я знаю что вы давно уже на нас подписаны мне хочется от вас боже мой пишет пост она сегодня день не задался с самого утра опять моей жизни появился мой страшный стон который длится уже десять лет первые четыре года я переживала жуткую депрессию потом все как-то затихло я с головой ушла в работу и поднялась по карьерной лестнице стремительно так сложилось что мне пришлось уйти с любимой работы вот это как так что я только задала этот вопрос и я нашла пост который отвечает на него чтобы ухаживать за близким мне человеком когда мне было ему жизненно необходимо скажем так потом проходило время я познакомилась с изолоном и фоамираном и моя депрессия медленно и верно шла лесом но сегодня утром это дало о себе знать и я понимаю что моя семейная жизнь которая ни много ни мало 28 лет пошла к своему логическому завершению я пока не совсем понимаю как я буду с этим жить но сегодня случилось чудо девочка вы верите в чудеса такие когда с эмоцией перехватывает дыхание глаз льются слезы счастья я теперь знаю как мне жить дальше у меня оказывается есть крестная фея вот это моя фея сделала мне сегодня самой красиво счастливым человеком но это поймете только творческий человек моя фичка прислала мне посылку да такую что не сказки сказать не пером написать ну все у меня теперь солнышко так кто-то светочка феечка в общем не знаю что то есть кто-то прислал нашей леночки троховой вот это вот все это силиконовые которые предназначены принципе для смолы и для фома и для чего только они не предназначены и счастью или на троховой не было предела в общем не знаю леночка что у вас там случилось семейной жизни не знаю имела ли я право прочитать это все ну вот как-то вот одним абзацом нету предсчиталось все на одном дыхании я надеюсь что у вас все хорошо в личной жизни но девочки это вот прямым тема нашего сегодняшнего эфира что чтобы у вас не происходило в жизни всегда есть выход всегда есть выход понимаете поэтому нам надо просто его найти а не закрываться в себе не говорить что занимаюсь выживанием к сожалению проблема чтобы вызываю вы выживаете они ищите пути к решению вот в общем как-то так девочки спасибо вам большое я рада что у меня есть такая возможность зайти к вам в гости и увидеть прекрасное творчество и даже прочитать посты которые вы пишете от души ой но я поздравляю победителей мои администраторы в конце эфира вышлют вам сертификаты которые вы должны будете ввести непосредственно туда куда надо ввести код сертификата и буду с вами прощаться девочки час я с вами про ляля как-то так я считаю что лучше дождаться вот этого классного времени моего до когда я буду спокойно с вами разговаривать в эфире и мы можем с вами обсудить просто какие-то поболтушки устроить до вместо того чтобы я вышла раздала сертификаты и ушла извините меня когда да ну вот каждый раз когда я выхожу к вам эфир каждый раз есть о чем с вами поговорить каждый раз есть о чем с вами паса не посплетничать не люблю это слово и вообще не люблю это действо само обсудить что-то может быть кому-то что-то подсказать может быть что-то рассказать да и я считаю что это круто но раз я уже пришла к вам то пусть это будет сделано не бея без дела вот поэтому спасибо вам большое за обратную связь за то что вы смотрите мои эфиры до конца за то что вообще присутствуете в моих эфирах я вам очень за это благодарна берегите себя девочки и помните что все что с вами происходит это четкий результат ваших мыслей и ваших действий и если вам не нравится то где вы находитесь и как вы живете подумайте как это все изменить и решайте как это все изменить и делайте все что необходимо для того чтобы это все изменилось и у вас все будет по-другому либо хуже либо лучше но в любом случае жизнь это опыт и к сожалению иногда бывает опыт разный только пройдя этот опыт мы сможем добиться чего-либо берегите себя спасибо за реку сердечек мои хорошие я все вижу с праздником за по моей дочери день рождения и и и Продолжение следует...